давайте продолжим сейчас сделаем финальные штрихи у этого пегаса это будут обводка так как рисование будет на ткани акрилом на ткани будет возможно нарисовать как бы сверху более плотным слоем краски и она перекроет предыдущий но не всегда кстати надо проверить и ткани краску как они будут взаимодействовать так как у меня здесь акварель я просто буду использовать более плотный замес с белым я возьму другую кисточку потому что кисточка который я рисовала до этого она все-таки толстая неудобно поэтому я возьму вот эту каллиграфическую кисточку она сейчас даст очень тонкий кончик плюс ко всему я намешаю новую палитру сейчас это я очищу здесь ватка мне больше не нужны все эти оттенки раз уж я дома не буду создавать себе полевые условия без крайней необходимости так скажем вот палитра мне нужно в замесе буквально три цвета это должен быть у меня такой лавандовый я вот его возьму непосредственно из кюветы единственное что на картинке он более белый я просто добавлю били таким образом более приглушен так я возьму свой вот этот вот турк роуз от шминки и добавлю туда белил и получится бирюза такая вот красивая нежная бирюза мы сейчас посмотрим как это все будет смотреться на картинке и мне нужно еще розовый я возьму этот цвет и добавлю в него били еще здесь на картинке линии они уходят градиент то есть она из голубого идет в сиреневый и вот так вот по работе оно в градиент задвигается я посмотрю насколько у меня получится это насколько нет где-то буду просто добавлять больше белил походу поэтому посмотрим как это будет работать хочется в этот фиолетовый добавить чуть-чуть цвета я добавлю слегка слегка чуть добавить тогда слегка фиолетовый добавлю чтобы он был чуть-чуть поярче ну что приступим работа будет достаточно кропотливой посмотрим как получится первое что я сделаю это я сделаю эту единорожку все сухо не единорожка это у меня не единорожка а пегас так я тут мешаю этот бирюзовый цвет добавлю чуть-чуть голубоватого чтобы поярче и делаю вот эту вот облотку такой иллюстративный момент так тут у меня идет вообще тут эта штука с волосами на делаем вот так так идет крылышко так здесь у меня ушко миленькая такое миленькая такое так волосики пропускаем черненький перекроет поэтому смело тут рисую где должны быть реснички так и единорожка готова теперь мы берем более белый цвет мешая в эту же березу и начинаю контуринг слева здесь он весь одинаковый идет без градиента чуть-чуть неудобно не моя сторона так скажем тут уже добавляется чуть-чуть фиолетовая прям на кисть беру вот видите слишком соединяется поэтому я возьму просто белила чуть-чуть разделить вот сюда уже добавляю розовую прям на кисть тут у меня есть полоски я сделала так а уже в эти розовые добавлю фиолетовую поверху но все равно сольется та же акварель так здесь у меня опять идет что-то лавандовое тут лаванда и чуть-чуть добавлю розового на краешке это чтобы на акварельные разводы получить на ткани их нужно рисовать непосредственно целенаправленно задаться целью и пытаться повторить больше никак на ткани акварельные разводы не повторить потому что ткань моментально всасывает краску и можно сделать только ровный градиент или пятнистый градиент акварельные вот всяких вот таких вот странностей на ткани не получить никак просто это нужно принять такая ну как бы у каждого же материала есть свои особенности и вот на акриле по ткани именно такая особенность что вы не добьетесь акварели на ней если сильно хочется можно просто попробовать повторить именно вот какие-то моменты самостоятельно попробовать нарисовать но это очень тяжело можно добавлять больше воды чтобы акрил стал более прозрачным и тогда какие-то вот но акварельности все равно не получить вот больше воды просто ну я это буду пробовать потом покажу результат что каролина кто болит губа сейчас помажу что тут у меня белые места как раз их оставляла для вот этой вот разметки именно обводки сейчас их можно спокойно закрасить и получим какой-то желаемый эффект благодаря белилам можно перекрыть перекрыть акварель да градиента тоже надо добиться но вообще как бы на ткани это вот такая тема то есть нужно просто пробовать потому что ну как бы поэтому лучше всего на ткани какими-то иллюстративными моментами такими пользоваться но вот это я знаю что у меня получится потому что я уже рисовала на ткани то есть я примерно представляю как это будет выглядеть и так как я рисую для себя в принципе мне как бы любой результат будет нормальным знаете когда я первый раз шла на мастер-класс критолчиной мы рисовали на свершотах я рисовала ирис я решила что если вдруг что-то не получится я просто накапаю ну как бы вот побрызгаю капельками и капельки на самом деле спасают положение но оказывается что просто побрызгать не получится их тоже нужно рисовать красиво то есть оказалось даже вот элементарная вещь которую в акварели просто взяла кисточку и побрызгала нет на ткани этого не ну как бы это так легко ты не не добьешься нужной цели то есть даже вот элементарные вещи как капельки на ткани нужно прям реально рисовать каждую капельку hello hello всех с добрым утром хорошего начала среды у меня сегодня домашний день я жду завтрашнего четверга с нетерпением когда поеду к стоматологу и может быть она вылечит мой зубик который просто в диком шоке и болит адски вот еще я жду когда сегодня подействуют у меня антибиотики наконец-то сегодня третий день я надеюсь что сегодня их день и они дадут мне свободу от боли благодаря своим свойствам очень надеюсь на это иначе кони двину просто сегодня у меня вот эскиз я не знаю доберусь я сегодня до самого куска ткани или нет может быть все будет зависеть от моей продуктивности но я точно сегодня должна доделать дошить еще два цветных скетчбука и один скетчбук из хочу шить скетчбук маленького формата это из хлопка сатин 200 грамм для графики именно для графики буду использовать этот блокнот есть у меня задумки какие-то вот идейки в башке моей ползают поэтому я хочу реализовать их надеюсь это получится мне сделать именно сегодня потому что у меня сегодня такой домашний день никуда не надо только с детьми сходить на улицу погулять в Москве сегодня опять пришла зима холодно погода никакая так и тут я начну уже с такого цвета здесь не будет бирюзы так я прошу прощения за вибрации напоминаю еще раз что все кто покупает мои блокноты ближайшее время пока у меня есть краски и кюветы я дарю набор из 34 цветов набор миджелла в кюветках по полмиллилитра на алиэкспресс такой как бы набор пробный стоит 1000 рублей я его дарю тем кто у меня купит блокноты на 5000 рублей и больше пока не принимаю блокноты на заказ потому что ну как бы много готовых а делать новые пока особо некогда вот графику пытаюсь уже неделю сшить не очень у меня это пока удается тут у нее на попе цветочек но я не буду ничем портить попку сделаем реснички я возьму черный в данном случае у меня будет реально черный по моему это ван гог из кювета прям беру набираю плотно на кисть и при этом я удалю лишнюю влагу делается то так лишняя вода ушла и еще раз кисть в кюветку кисть сухая никакой жидкости лишней на ней нет выглядит она вот так очень сухо тут у меня все мокро рукой сильно не залезешь и делаем вот такое действие чик тут у нее реснички достаточно толстенькие но я не хочу делать сильно толстенькими делаем как бы мне кажется мы девочки больше всего в таких вот рисунках любим как раз рисовать реснички вот так сделаю вот так еще ресничкой вот и надо тут тоже самое сделать кончик что-то загнулся на кисточке и вот сюда вот так сделаем все рисунок готов так выглядит красота сейчас мы ее подпишем подпишем мы ее розовеньким число у нас сегодня кто-нибудь скажет не посмотрю какое сегодня число у нас число у нас сегодня 28 так и напишем 28 8 19 такой литеринг легкий все спасибо что были со мной сейчас выложу результат в историю в посте пока а а а а а а